дорогие друзья добрый день мы очень рады что вы снова присоединяетесь на нашу традиционную уже встречу семинар по цифровой дидактике уже энный раз мы с вами все вместе встречаемся с завидной регулярностью и с не спадающим интересом к этой теме начиная которую мы когда-то с вами говорили что вот этот жуткий к видный период который мы же многие забыли сейчас но тем не менее он был он заставил нас вспомнил заставил нас понять а что меняется в плане обучения да какие технологии методики техники да и собственно сама основа педагогическая традиционные методические подходы как они преобразуются как они меняются так вот когда мы делали первый анализ по заказу министерства образования науки высшей школы а что поменялось вузов как поменялось отношение преподавателей и студентов к такому ну временному погружению дистанк мы увидели что но совершенно очевидно две партии первая партия партия сторонников живого face to face как говорят значит наши коллеги обучения я сейчас не буду использовать слова очная заочная думаю вы понимаете почему потому что не бьется законом и в общем опять все криво значит первая партия это те кто поддерживает и значит старается убедить что надо сохранять живое не обучение лицом к лицу и вторая партия те кто говорят да ладно нормально мы с дистантом справимся мы дистанта своим и это было где-то года полтора с весны 2020 года до лета 21 чуть меньше но в общей сложности где-то так и дальше были забавные перетекания из одной когорты в другую то есть отчасти когорта тех кто только на живом обучении наставил сокращалась когорта дистанционников увеличилась их было чуть меньше но она увеличилась и вот наконец настала совсем экспериментальная среда осени 2021 года и в это время некоторые вузы и мы в том числе стали говорить о гибридном обучении где перемешиваются разные модели даже не только дистанционная и живое а еще какие-то прибамбасы да то есть еще какие-то варианты когда там маоки используется так далее то есть гибриды смешивания этих моделей и в чем же было наше удивление там может быть кирилл анатольевич вспомнит про эти исследования и скажет что оказывается что из всех вот этих вариантов пережитых живое обучение дистанционное обучение гибридное обучение гибридному обучению в тот период был ну может быть самый негативный настрой самый негативный настрой то есть по идее да по идее другие данные мы должны были ожидать там гибридная как компромисс какой-то да значит вроде бы там должно быть немало людей но гибридному относились хуже всего конечно там есть несколько оснований по которым так случилось в какой-то степени это было связано с тем что только начали им заниматься ну во всяком случае я как преподаватель который тоже вел занятия в гибридной аудитории точно тратил на это больше времени чем если бы я тратил на живые или дистанционные занятия потому что надо же придумать задания какие-то для тех кто аудитории какие-то для тех кто удаленно потом как-то подумать как наладить их коммуникацию а ректор обладая большими возможностями начинает приставать к своим подчиненным что поставьте мне какой-нибудь выпендрежный микрофон а сделайте мне две камеры а может быть и три а я бы хотел еще вот такой ракурс и так далее и так далее и не остановишь это много времени и отсюда соответствующее мнение но сейчас оглядываясь назад оглядываясь назад и понимая все что было мы с вами понимаем что это неизбежный формат для некоторого будущего который нам точно предстоит осваивать у нас вот несколько магистров поступили ожидая что они преимущественно будет учиться дистанционно из других городов им не так просто сюда приезжать а значит смешанные форматы волей-неволей придется осваивать да что говорить не только в университетах компаниях это стало зачастую обыденной практикой когда на любом практически совещании используются и удаленные живые форматы а значит надо экспериментировать проверять понимать как трансформировать и писать про это аналитические исследования разрабатывать рекомендации но знаете коллеги я бы не хотел быть понятым что речь идет только технической реализации мне кажется всегда в голове мы должны удерживать как меняется вот эта классическая дидактика пришел преподаватель проверил усвоение темы с прошлых встреч объяснил новый материал потренировались на новом материале закрепили новый материал появилось задание надо я нарочитому взял классическую структуру классического традиционного школьного учебного занять там есть соответствующие модификации вузах свои особенности но тем не менее все-таки подумать а как классические модели с точки зрения организации человеческой коммуникации с точки зрения понимания самое главное с точки зрения образовательных результатов знания умения навыки компетентности на чем сосредотачиваемся и ради каких образовательных результатов какие технологии подбираем понимая при этом что конечно для гибридных моделей изощренность в подборе этих методик и средств будет весьма значительной я знаю что на сегодня у нас ожидается два сообщения первое о понятии дидактики гибридного обучения сделан кирилл анатольевич баранников проектор нашего университета а второе гибридное обучение подходы к технической реализации уже в общем то развернувшиеся на серии практик сделает александр егорович байзаров директор по управлению проектами банка втб и ольга николаевна алканова старший преподаватель кафедры маркетинга высшей школы менеджмента думаю что может быть на каких-то встречах на ближайшие месяцы мы сможем живьем кого-то пригласить и как раз таки в этом гибридном формате и попробуем поговорить отнюдь не отключая всех тех кто ранее участвовал наших встречах семинарах и имеет возможность подключиться дистанционно вот так так вот такая такую хотел бы я сделать вводную часть если есть какие-то возмущения по этому поводу или желание спросить левую руку можно поднять нет таки тогда переходим к самым интересным докладом про гибридное обучение кирилл анатольевич пожалуйста спасибо большое за такое открытие мероприятие приветствую сейчас пока загружается презентация пока выражается слайды я как раз может быть сделал ну один чем важный дисклеймер одно очень важную оговорку про то а что собственно мы сегодня будем представлять сегодня вместе с коллегами будем представлять результат исследования и в этом смысле мы здесь именно таких в исследовательских позициях что очень важно что это исследование стало возможным но благодаря кооперации целого ряда организаций что понятно что в современном исследовательском мире невозможно было бы сделать это только силами одной командой. И здесь целых три команды работали. Такими основными были локомотивами движения. Это три организации. Это Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, это команда Банка ВТБ и команда Московского городского университета. При этом, кроме этих команд, принимали участие еще и целый ряд других университетов, о которых я чуть позже тоже упомяну. И, конечно же, без их вклада не было бы возможности сделать то исследование, которое мы сегодня вместе с Александром и с Ольгой будем рассказывать. Коллеги, я попробую действительно в своей первой части, и здесь обратил внимание, что у нас, несмотря на что, два доклада, по сути, это одно исследование. И такой один разговор, который мы будем вести. И я в первой части попробовал бы сосредоточиться на вопросах именно дидактических оснований, вообще разговора о самом понятии гибридного обучения. И до того, наверное, как начать тщательно вопросы, я попробовал бы сформулировать, а почему вообще мы решили, собственно, этой тематикой заниматься, почему вообще о ней стал вопрос. И он был связан с ситуацией, которая, возможно, может быть, не только я, но многие здесь присутствующие так или иначе сталкивались. Ситуации, когда пытаешься коллегам, руководителям, исследователям, друзьям объяснить, а что же такое гибридный подход, и никак вместе с ними сам не можешь понять, а правда это он существует, или это только какая-то история выдуманная, мифическая. При этом надо сказать, что вообще разговор про гибридный подход, вообще проблема гибридного подхода стала особенно актуальна, риторика, при этом, стала актуальна в последние два года, когда всем оказались в ситуации такого пандемического дистанта, все стали говорить о гибриде, писать, выступать на конференциях, но при этом было четыре таких сложных «но» к этому гибриду. Первое, что на самом деле мало кто мог вразумительно и понятно объяснить, а что же скрывается за этим понятием. И все время казалось, что это только некоторый хайп, некоторая вот такая шумиха вокруг просто новомодного понятия. Второе, что довольно тривиальное и классическая ситуация была в том, что гибридное обучение, приравнивали к смешанному обучению, говорили, что ничем оно особо не отличается, или просто говорили через запятую, и здесь тоже не было какой-то определенности. Третье, конечно, что многие практики, многие практики, многие стартапы стали действовать в этой области, действовать в режиме таких проб и ошиб, но при этом, конечно, же опять-таки не понимая, а какие же основания нужно сделать, как вот университет, нужно поменять программы, содержание и все остальное. Ну и третье, конечно, но четвертое, о котором тоже надо сказать, это история про то, что стали возникать и в существующих платформах, и в новые некоторые технические решения, причем как в части железа, так и в части софта, где опять-таки апеллировали к понятию гибрида, но какие методические основания лежали в этом базисе, не было понятно. Собственно, озадаченные вот этими четырьмя, но наши несколько исследовательских команд решили попробовать построить реальную доказательную базу, и в этом смысле попытаться разобраться в том, что же такое гибриды. Поэтому, конечно, исследование, которое мы сделали, и по результатам, которое в ближайшее время выйдет специальный отчет, это попытка разработать почву, в рамках которой и семенами, с которой могут зарастать другие исследования. Конечно, наш исследование не дает ответа на все вопросы, но пытается эту тему размять. Собственно, как мы пытались построить доказательную базу? Было использовано некоторое количество инструментарий исследовательского, был очень большой блок проксиметрического исследования, когда мы смотрели практики, первоисточники, нормативные документы, концепции, которые университеты по всему миру, собственно, проектировали и запускали. А второе, мы сфокусировались на анализе целого ряда кейсов, и порядка 30 таких кейсов было проанализировано. И еще один формат, мы провели целые несколько десятков интервью с разными представителями ведущих российских и зарубежных университетов, это были и проектора, и начальники разных методических управлений, и преподаватели, где мы пытались понять, а как же перестроилась их практика. Ну и вот здесь видна некоторая палитра отдельных кейсов, которые мы смотрели. И здесь как раз я бы отдельно зафиксировал несколько университетов, которые очень активно принимали участие, стали такими сопроектировщиками исследований, это и Высшая школа экономики, и Томский государственный университет, и бизнес-школа Сколково, и Сколтех, и Уральский федеральный университет. И они, конечно, все очень сильный вклад тоже внесли в реализацию этого исследования. Что, собственно, мы обнаружили? Я попробую сейчас в некотором таком эклектичном полете рассказать, а что же интересного было обнаружено. Во-первых, мы увидели, что в разных университетах по всему миру категория гибридности все сильнее и сильнее входит в повседневную практику. Я приведу только три кейса примеров университетских, которые напрямую заявляли, что занимаются гибридом. Я нарочито и специально выбирал именно зарубежные университеты, хотя, надо сказать, что в российских университетах подобная практика была, и они, можно бы, как раз почитать в том докладе англитическом, который в ближайшее время выйдет. Но вот один из таких интересных кейсов, с которым мы столкнулись, когда проводили исследования, это Колумбийский университет, который стал одним из первых, кто стал говорить об особом формате гибридного обучения, так называемом хайфлексе, то есть гибриде, при котором большую часть решения о том, в каком формате проходить обучение, относятся к решению студента. Фактически одновременно при проведении занятия существует три разных потока. Это поток студентов, которые находятся очно, это поток студентов, которые работают дистанционно, в Колумбийском университете они используют для этого Zoom, и это студенты, которые работают асинхронно, то есть они не подключаются и не участвуют в аудиториальной работе, но потом могут посмотреть запись. Собственно, для этого специально были переоборудованы аудитории в Колумбийском университете, были подготовлены целый ряд методических материалов, и что очень важно, что коллеги говорили о том, что они перепроектировали образовательные программы, опять-таки в попытке обеспечить вот те самых три потока. Собственно, кейс Колумбийского университета и вот этот слайд об этом кейсе как раз и фиксирует вот эти три важных потока, которые добавляют уникальности, делают уникальность гибридного подхода как особой модели организации обучения. Другой интересный кейс, с которым мы столкнулись, это Левинский университет, европейский очень известный университет, который помимо того, что говорил о существовании нескольких разных форматов того, как они работают со студентами, говорил о том, что они пытаются сделать связку между технологическими решениями, то есть как им делать в аудитории, не в аудитории, дистанционно-дистанционно, связку с разного рода факторами, которые влияют на устройство образовательной программы. Ну и таких факторов было три. Собственно, это число студентов, которые находятся в конкретном моменте в аудитории и необходимые в аудитории для проведения занятий. Второе – это необходимость для конкретного содержания образования, некоторой интерактивности действия и необходимость синхронного взаимодействия. И отсюда у них возникало фактически три типа того, как они реализовывали гибрид, три формата, как гибрид был организован. Первое – то, что называется class recordings или запись класса бездословно переводить, которые фактически используются для так называемых транслируемых лекций, то есть фактически для лекций, где преобладающей была именно фронтальная работа. Смысл такого был, что фактически лекции записывались и потом их можно было в синхроне посмотреть, но при этом, конечно, у студентов была возможность и привести их очного аудиторного посещения. Второй вариант, например, live stream или потоковое занятие, когда важно было обеспечить именно взаимодействие аудитории и онлайн, и онлайн-категории слушателей. И в этом смысле, конечно, было два формата, которые мы использовали коллеги в Левинском университете, когда студенты или приходили в аудиторию, или подключались в онлайн-формате. И ключевым для такого взаимодействия было именно коммуникационное действие. Наконец, третья история, так называемые synchronous classes, они были важны для кейсов и для форматов интерактивной деятельности, когда важно было именно взаимодействие, проектная работа. И тогда, конечно, возникало более глубинное взаимодействие именно между онлайн и аудиториями, которые находились непосредственно на кампусе университета. И третий пример, который мне кратко хотелось бы показать, показывая палитру разного рода кейсов, которые были в практике, с которым мы сталкивались, это австралийский университет, Monash University, который на самом деле тоже предложил три разных формата, использовал три разных формата организации гибрида. Это так называемый совмещенный, параллельный, адаптивный. Суть совмещенная была в том, что фактически реализовывалось для студентов в аудитории, в онлайне занятие, оно транслировалось, и студенты самостоятельно могли выбрать, как им подключаться. Если посмотрим, это очень похоже на идею хайфлекса, когда мы можем выбирать, в каком формате нам двигаться. Второй вариант, так называемый параллельный, это когда фактически проводилось два занятия. Одно для студентов в аудитории, другое для студентов в онлайне. Видите, было задвоение такой деятельности. И третье, это когда проводят, так называемый, адаптивный формат, когда занятия тоже проводятся отдельно в потоках, но содержание у них как будто бы синхронизовано. То есть, к примеру, если работать какой-то технической идет областью, то часть того, что можно делать в аудитории, делается лабораторно в аудитории, а часть аналитики, которую можно делать дистанционно, делается дистанционно. Очень важно, что коллеги тоже в этом кейсе предлагали три типа образовательных событий, три типа образовательного сценария своеобразного, в которых был, собственно, и разные комплекты технического оборудования, и разная дидактическая оснастка. Это так называемые transmissive lectures, или лекции для передачи, для фронтального какого-то действия. Второе, это интерактивные лекции. И третья группа, третий тип работ, так называемая групповая работа или проектная работа. Собственно, вот эти кейсы показывают, что в мире очень активно в университетах стали использовать формат, он был достаточно разнообразный. И мы когда стали пытаться разобраться, а какие же, собственно, научные подходы лежат внутри этих практик, то увидели, что в литературе присутствуют три таких ключевых подхода к определению гибрида и три подхода к выделению критериев его определения. Собственно, первый подход можно было назвать критерий пропорции, когда исследователи, которые таким образом выделяют гибрид, говорят, что основным критерием выделения отличий, например, от смешанного образования является количество или пропорция онлайн и оффлайн форматов. Ну и в гибриде предполагается больший объем онлайн формата, чем, к примеру, в смешанном обучении. Второй подход говорил о том, что критерий для выделения гибрида как отдельного формата обучения связан со сферами применения. И в этом смысле, когда мы говорим про программу, мы говорим о гибридной программе. Когда мы говорим про занятия, мы, скорее всего, говорим про некоторую смешанную форму занятия, то, что называется blended learning в зарубежной литературе. Ну и третий подход, который появился в наиболее поздний период, подход с так связанным, называемым, институциональным критерием, когда фактически исследователи говорят о том, что основным критерием выделения гибрида является не столько формат онлайн или оффлайн работы, сколько инновационность практики, насколько она сочетает разные форматы. Собственно, тоже в литературе подобный подход происходит. Однако, когда мы стали смотреть, а как нам попробовать в рамках вот тех кейсов, что мы смотрели, выделить основания для определения гибрида, мы поняли, что у этих оснований нам немножко не хватает. И в этом смысле мы стали смотреть, а как вообще исторически развивалось цифровое образование, и как дошло до того, что возникла такая форма. И здесь мы зафиксировали четыре таких ключевых этапа становления и развития цифрового образования, вместе с ним и гибридного образования. Собственно, как-то неудивительно, но первый этап цифрового образования произошел еще в доцифровую эпоху. И произошел он где-то во второй половине 19 века, и связан прежде всего с развитием так называемых дистанционных или почтовых технологий, когда Айзек Питман, довольно известный, прежде всего тем, что разрабатывал принципы стенографирования, ученый также предложил обучение по почте. Возникло так называемое корреспондентское обучение, которое было первым прототипом дистанционного обучения. Почему этот этап важен? Потому что, на самом деле, он позволяет увидеть первое основание для выделения разных форматов цифрового образования, цифровой дидактики. Это синхронность и асинхронность прохождения образовательного процесса. Второй, собственно, критерий, второй этап, который возник в историческом периоде, прошел уже в середине 20 века, связан он прежде всего с появлением компьютерных технологий и развитием так называемого программируемого обучения. Вот, собственно, сейчас вы можете видеть на слайде как раз прототипа так называемого решения Плато, который был одним из первых решений для дистанционного компьютерного обучения. И здесь таким ключевым основанием для определения цифровой среды является цифровое обеспечение образования. В этом смысле оно существует либо в формате аналогового решения, либо в формате электронного решения. Опять-таки, это отдельный из критериев для выделения оснований цифровой дидактики. Третий этап связан скорее с развитием, таким массовым развитием интернета и технологией мобильной связи, когда постепенно с начала нового тысячелетия стали развиваться разного рода платформы, позволяющие осуществлять обучение именно в мобильном таком формате. Стала появляться вся история про массово открытые онлайн курсы. Сейчас на слайде вы видите скриншот из двух таких известных российских и зарубежных платформ. Это курсеры открытого образования. И фотография Майкла Байбера, который написал довольно любопытную статью, называющуюся «Перед сходом лавины», где как раз описывается вот эта ситуация по трансформации системы высшего образования в контексте появления массовых открытых онлайн курсов. Собственно, важным критерием, который появился и важной новинкой, которая появилась в образовании, это история про разговор о двух подходах к организации вот этого цифрового образования. Фронтального ли интерактивного? Где, собственно, обучающийся или студент непосредственно включается в процесс производства самого знания. Ну и, наконец, последний период, который мы фиксируем вот сейчас, он связан как раз именно с пандемической историей, то, что был вот этот масштабный переход действительно университета в онлайн формат, когда фактически сложилась ситуация о необходимости нелинейного организации обучения. Причем нелинейного организации обучения с использованием цифровых технологий. Сейчас, собственно, на слайде вы видите как раз одного из идеологов концепции хайфлекса Брайана Битти, который как раз говорил о том, что ключевая особенность кибридного обучения является категория предзаданности или субъектности деятельности студента в рамках выбора тавольного формата или параметров обучения. Обобщая вот эти четыре этапа, можно увидеть, что на самом деле вот за последних полтора столетия развития эволюции понятия цифровой дидактики, ну и в целом цифрового образования, произошло несколько таких ключевых точек преломлений. Они все связаны со сменой технологической платформы и все они постепенно, собственно, разворачивают вот те самые основания, с помощью которых мы разные можем выделять форматы и разные типы цифровой деятельности. Собственно, если обобщить эти четыре формата, и это вот, собственно, один из результатов нашего исследования, то можно выделить четыре основания для описания разных форматов обучения. Смешанного, онлайн-обучения, гибридного, аудиторного. Это четыре фактора, четыре таких основания, четыре критерия, которые имеют следующую характеристику. Первое – это история про пространство обучения, синхронное и синхронное, это история про цифровое обеспечение, это история про форматы учебной деятельности и про субъектность учащегося. Собственно, если эти основания положить в некоторую такую матрицу и попробовать в этой матрице зафиксировать по разным форматам, как они представлены по тому или иному критерию, то можно как раз сделать различение этих форматов. Собственно, это различение позволило нам зафиксировать, что гибридное обучение существует как отдельный формат и существует как отдельная модель организации образовательного процесса. При этом, если посмотреть, допустим, на модели, связанного со смешанным обучением, с гибридным обучением, то можно увидеть точки совпадения, которые, собственно, и позволяют делать вот это допущение, что в чем-то смешанное гибридное обучение совпадает, но при этом можно увидеть и сильные точки расхождения. Собственно, уникальными характеристиками того самого гибридного обучения являются, на наш взгляд, три ключевых момента. Первый – это история про три потока. Все-таки, когда мы говорим о гибриде, то одновременно соединяются три пространства. Это пространство аудитории, пространство онлайн-взаимодействия и пространство асинхронного взаимодействия. Второй очень важный критерий, и он, пожалуй, таким принципиальным и краеугольным камнем стал результат нашего исследования, связан с тем, что для гибридного обучения важным принципом является принцип субъектности, когда именно выбор учащегося влияет на то, какой формат, какие параметры обучения, какой тип образовательного опыта он будет обучать. Без субъектности гибридного обучения в полном формате очень сложно определить. Ну и третья характеристика связана с тем, что мы называем условно насыщенной техничностью, и Александр об этом будет чуть позже рассказывать, что для гибридного обучения очень важно создание такой бесшовной целостной среды, в которой действуют учащиеся. Собственно, отсюда формируются четыре узла дидактики гибридного обучения. Я проговорил только, может быть, отдельные из них. И, как мне кажется, самый принципиальный, конечно, это первый момент. Опять-таки, связан с категорией субъектности учащегося. Это история про самонаправляемость. Именно то, что студент становится сам способен конструировать в цифровой среде свой трек и свою программу, не просто выбирая отдельные элективы, а выбирая и форматы, и параметры обучения, и даже технологии обучения, и является узловым элементом новой дидактики гибридного обучения. Вторая, конечно, история про мультиформатность. Что программы, которыми мы проектируем, образованные события, они, конечно же, должны содержать учет всех трех потоков, с которыми нам предстоит работать. Ну, историю про интеркоммуникативность, или то, что интерактивное взаимодействие с ключевым элементом, я уже не буду отдельно пояснять. И история про мою персонализацию тоже связана с развитием цифровых технологий. При этом надо сказать, что вот такие дидактические основания на самом деле превращаются в вполне понятные такие лайфхаки или приемы методического толка. Ну, к примеру, если мы говорим о принципе мультиформатности, то понятно, что когда мы проектируем куррикулум или образовательную программу, мы должны проектировать фактически три программы, предполагая, что три потока в ней могут одновременно действовать. Или, к примеру, когда мы говорим об историю про взаимодействие и про субъектность учащихся, то очень важно, чтобы мы проектировали именно категорию образовательного опыта. Собственно, в этом контексте весь разговор про так называемый LX или Learning Experience Design и приобретает свое значение. Сюда же по этой истории про интерактивность, про конструктивные выравния, немногое-многое-многое другое. При этом надо сказать, что когда мы стали пытаться сформулировать, а как же эти методические проекции, и как эти методические приемы можно положить в конкретный сценарий, в конкретный инструментарий для учителя, то мы, на самом деле, обнаружили, что, к сожалению, сделать завершенный, единовозможный и финальный идеальный сценарий занятия невозможно. Связано это с тем, что просто нелинейность самого гибридного образования предполагает скорее конструктивный подход, конструктивистский подход. Поэтому, опять-таки, в рамках исследования мы сделали попытку описать три разных типа конструкта, три разных типа педагогических ситуаций, и фактически три разных типа образовательного опыта, которые получает учащийся, и каждому из них зафиксировать разного рода действия. Опять-таки, в качестве примера, просто их покажу, в силу не очень большого бюджета времени, не должны рассказать о них подробно, но, опять-таки, в предстоящем отчете это все будет подробно описано, можно с всеми познакомиться. Вот видно, что, опять-таки, вот в этих схемах, вот в этом подходе, в этих конструктах описаны три разных потока. Вот, собственно, они сверху представлены, аудитория, онлайн или асинхрон. И дальше представлены, какие могут быть действия со стороны учащегося или педагога, дабы получить тот или иной тип образовательного опыта. При этом к такому образовательному опыту привязаны еще и разного типа форматы. Проектная работа, сессия, лекционная работа, и разного рода технологий, которые мы педагогически также можем использовать. Ну и, естественно, разного рода технологическая оснастка. Технологическая оснастка, надо сказать, что, действительно требует принципиального пересмотра и принципиального обновления. И в этом контексте, конечно, когда мы говорим о гибриде, когда мы говорим о дидактике гибрида, важным вопросом оказывается разговор о как технологически, как технически обеспечить вот это пространство, в котором три потока могут действовать. И именно об этом Александр Байзаров сейчас расскажет, какие результаты исследований нам удалось получить. Александр, наверное, передаю вам слово. Да, Кирилл, спасибо большое. Было неожиданно, закончился ваш доклад. Коллеги, здравствуйте. Сейчас тоже подниму слайды. Вначале было сказано уже, что, заходя в это исследование про гибридное обучение, мы, конечно, наша исследовательская команда, которая представляет Высшую школу менеджмента Банка ПТБ, не задавалась вопросом о том, существует ли гибридное обучение или нет. И для нас, конечно, был определенным интересным опытом то, сколько сил и времени мы потратили в итоге на то, чтобы определить дидактически, что такое гибридное обучение. И как это интересно, что мы пришли к тому, что оно действительно так и существует. Но в определенных рамках и в определенных граничных условиях, которые сказал Кирилл. И одно из этих граничных условий, одно из, на самом деле, условий для существования гибридного обучения, это наличие технологической инфраструктуры, которая делает гибридное обучение возможным. Было сказано про высокую технологичность, высокую техничность гибридного обучения. Если мы говорим о бесшовной среде, это такой достаточно красивый термин, но когда мы начинаем его реализовывать в ВУЗе, то достаточно быстро сталкиваемся с тем, что эта бесшовность часто в ВУЗах не существует, и гибридное обучение, его внедрение приводит нас к тому, что там необходимо пересматривать наши подходы к тому, как работает цифровая образовательная среда, какое место в ней занимают студенты, преподаватели. Ну и на самом деле становится таким, по нашему опыту, драйвером настоящей цифровой трансформации. В нашей части исследования, вот в этой части, о которой я сейчас расскажу, мы, отталкиваясь от тех методологических и дидактических находок, которые сделали вместе с коллегами, общаясь с разными ВУЗами по всему миру, решили посмотреть то, как ВУЗы подходят к технической реализации гибридного формата. И здесь, я думаю, что многие, кто знаком с этим термином, особенно, кто работает в высших учебных заведениях, понимают, что чаще всего ВУЗы, говоря о гибридном обучении, имеют в виду гибридное занятие. Занятие, если очень просто, когда одновременно подключаются студенты онлайн и присутствуют очно в аудитории, зачастую с ними преподаватель работает очно из аудитории. Часть ВУЗов идут дальше, добавляют к этому асинхронный поток, асинхронных студентов, которые не могут присутствовать синхронно на занятии, но, тем не менее, пользуются контентом, который был создан во время занятия, дополнительными материалами и также являются частью образовательного процесса. И здесь много вызовов о том, как это обеспечить. Наверное, один из главных – это бесшовный иерноценный опыт для студентов – также сделать так, чтобы ни одна из аудиторий студентов не дискриминировалась, и образовательные результаты, вне зависимости от того, где ты находишься онлайн или очно, были либо сопоставимы, либо сознательно немного разными, понимая, как они друг друга компенсируют. И, конечно же, работая в высшем образовании, мы понимаем, что что там ограниченного ресурса, это поиск решений, которые минимизируют затраты на поддержку, и, что еще важно, не перегружают преподавателя. Что мы тоже увидели, практически все вузы, которые оказались успешными во внедрении гибридного формата и гибридной инфраструктуры, достаточно большое внимание уделили тому, чтобы преподавателю было комфортно и удобно работать с этим, и сделали так, чтобы нагрузка на преподавателя, она все равно выросла, особенно в моменте, когда преподаватели начали использовать эти новые технологии. Но, тем не менее, она не стала слишком большой, так что преподаватель отвратил от использования нового формата обучения. По итогам нашего анализа, тех вузов, с которыми мы общались по всему миру и в России, и за рубежом, мы выделили три основных компонента. Я дальше немного раскрою их детально, но здесь я на них остановлюсь верхнеуровнево, что нужно для того, чтобы технологически обеспечить гибридное обучение. Первое, и, наверное, самое то, что у всех на слуху, это некое мультимедийное пространство, гибридная аудитория учебная, которая позволяет одновременно подключать онлайн-студентов, подключать тексты, которые присутствуют точно, которые присутствуют офлайн физически в аудитории. Второй компонент — это цифровая среда, и он распадается на две важные части, по меньшей мере. Это связка гибридной аудитории с онлайн-студентами, это все, что касается ВКС. И зачастую ВКС-сервис либо стоит отдельно, либо является частью большей цифровой образовательной среды, часто является частью ЛМС. Но, собственно, для того, чтобы асинхронно обеспечивать участие студентов, требуется вещь, связанная с ЛМС. Все это мы именуем для себя цифровой средой. И третий компонент мы его выделяем также отдельно, он важный, я о нем уже сказал, это все, что касается поддержки, это методы оказания помощи преподавателю, управление оборудованием, включая обучение, поддержку ассистентами, цифровых волонтеров, мотивацию с тем, чтобы преподаватели осваивали это решение. И так далее. Три основных компонента. Чтобы визуализировать то, что я сейчас сказал, я покажу как пример не в порядке рекламы, исключительно для того, чтобы сопоставить текст с реальной жизнью. Это пример гибридной аудитории в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского университета в кампусе Михайловская дача. И здесь видно, что часть студентов присутствует точно, часть присутствует онлайн, преподаватель общается с двумя группами студентов, видит и тех, и других примерно в одном пространстве за счет телевизионных панелей, размещенных на задней стенке. Здесь есть некоторое интересное решение, как базовое, которое понятное большинству учебных заведений, это интерактивная доска, которая позволяет не аналогово, в цифровом виде делать заметки, писать на доске условно и вводить какую-то информацию, так и более продвинутые, интересные вещи, которые были сделаны для того, чтобы не нарушать целостность пространства образовательного и не снижать степень интерактивности. Это микрофонный массив, который позволяет преподавателю говорить со студентами, находясь в любой точке, а студентам отвечать, не имея микрофона в руке. Это камера с фототрекингом, которая тоже здесь присутствует, присутствует еще в ряде вузов, которая позволяет преподавателю перемещаться по аудитории. Смотря на это решение, вспоминаю то, о чем говорил Кирилл в части того, как организовывать обучение. Приведу два буквально примера о том, какие педагогические сценарии гибридной аудитории можно реализовывать. Классические сценарии лекции, когда преподаватель выступает с информацией, ему важно проговорить это, донести, важно студентам передать эти знания. Студентам же важно увидеть преподавателя, услышать его, услышать информацию, видеть пометки. Здесь реализовано, ну вот, собственно, за счет того, что и студенты, которые онлайн, и те, которые присутствуют физически в аудитории, имеют одинаковый доступ к информации. Они видят одно и то же, слышат одно и то же. И это очень важно. Преподавателю можно сфокусироваться на материале и не отвлекаться о том, на то, чтобы думать, кто что видит, кто что слышит. Другой вариант, который может быть реализован в гибридной аудитории, что мы увидели, это вариант совместной работы. Это уже более сложная, я сейчас к этому подойду, реализация, более сложная педагогическая задача, когда преподаватели выстраивают взаимодействие со студентами и между студентами, например, когда происходит сессия москового штурма, и когда студенты, которые участвуют удаленные, которые участвуют физически в аудитории, являются частью этой образовательной активности. Ну и здесь это реализуется с помощью, например, коллаборативной доски и персональных устройств студентов, которые участвуют в этом процессе, и преподавателям, которые с помощью интерактивной доски этим управляют. Посмотрев на все это и посмотрев на разные вузы, логотипы которых Кирилл показывал в начале нашей сегодняшней презентации, мы выделили вот, наверное, такие компоненты, я про часть из них уже сказал, чуть-чуть подробнее остановлюсь на гибридной аудитории. Гибридная аудитория включает в себя четыре самых важных подсистемы, как говорят эти специалисты. Это изображение, все, что нужно для того, чтобы создавать видеопоток, создавать его для тех, кто онлайн подключен, для тех, кто присутствует точно, для преподавателя, все, что касается звука, по тому опыту, который есть у нас, и то, что мы видели в разных аудиториях по миру, звук является одним из самых сложных вопросов в гибридных аудиториях, если не ставить микрофон на каждом у нас, то дальше это становится не совсем тривиальной задачей. Все, что касается презентации информации, когда речь идет не только о слайдах, но, например, практикум, когда идет работа в Excel, или когда идет мозговый штурм и происходит коллаборативное взаимодействие. И все, что касается управления всеми этими подсистемами, как я говорил уже в начале, наверное, одним из стремлений вузов, которые делают гибридные аудитории, является минимизация затрат на поддержку. И здесь, конечно, имея столько разных систем и высокую технологичность, достаточно технологичная всегда получается, IT-специалисты, я думаю, меня поймут, когда я скажу о том, что здесь очень много вводов и выводов изображений видеопотоков, и это все между собой коммутировать достаточно сложно, поэтому в этой связи управление реализуется либо людьми, которые там присутствуют, и это значит, что необходимо иметь соответствующее количество персонала в штате, либо преднастроенными сценариями, технологиями типа «Умный дом», «Умная аудитория», которые действительно могут спасать ситуацию и упрощать жизнь. И то, что стоит на границе гибридной аудитории того, что уже за пределами физического пространства, я уже об этом говорил, не буду устанавливать, цифровая света и поддержка. Имея это все, и имея данные в вузах, которые реализовывали гибридное обучение и реализуют его сейчас, мы составили матрицу зрелости технического развития гибридных аудиторий. Она будет подробно представлена в том отчете, который мы публикуем в мае, вы сможете с ней ознакомиться. Здесь она такая в рабочем виде. На что хочу обратить ваше внимание. Собственно, каждая из ключевых систем из направления изображения, звук, презентации информации имеет свои уровни зрелости. При этом эту таблицу не стоит читать по вертикали. один уровень зрелости и изображение, и звук, и так далее. Возможно, комбинация. Уровень зрелости два по изображению, три по звуку, и так далее. Здесь многое зависит от того, какая задача стоит перед университетом и перед IT-специалистами, которые ставят это решение. Что мы увидели, не все пытаются сделать суперсильное решение, потому что нет на него спроса, им не будут пользоваться. Или же кто-то ограничен в средствах, стоит достаточно базовое решение, при этом оно позволяет реализовывать те задачи, которые ставятся перед гибридным аудиторием в части их работы образовательного процесса. Очень коротко здесь продолжение в части сферовой среды управления системами и поддержки. Обратите внимание, что есть уровень 0, технические условия, нужен интернет обязательно, без интернет-подключения ничего не будет работать. И при этом есть дополнительные функции, которые мы не стали вводить на какой-то уровень. Мы увидели ряд вузов, которые очень активно экспериментируют гибридным обучением, придумывая что-то свое, интересное в разных частях, в звуке, в изображении, в управлении. Подробнее будет возможность знакомиться с этим и с нашими комментариями в отчете, который мы выпускаем в мае. Завершая, обращу ваше внимание на несколько вещей, составляющие одного уровня, не накладывают обязательства на уровень развития других систем. То, о чем я сказал, решение, если использовать это как поваренную книгу, как собрать гибридную аудиторию, можно собирать из разных кубиков. С каждым новым уровнем зрелости по нашему наблюдению растет удобство для пользователя, но также растет техническая сложность и затраты на внедрение и поддержку. И это тот трейд-ов, как говорят, который надо балансировать между двумя частями которого концами надо выбирать. И в связи с этим хочу заметить, что более высокий уровень не всегда значит лучшее решение. И поэтому не всегда является следующим шагом в плане развития гибридного включения. Нам кажется, мы это увидели по итогам нашего исследования, успешных кейсов повышения зрелости и сложности технического решения посредством наличия педагогического запроса. Именно поэтому, когда мы говорим о гибридном обучении, когда в начале говорилось о том, что гибридное обучение это не только болты и гайки и техническое решение, это в первую очередь методология, педагогика. Мы это увидели в технической реализации. Там, где техническая реализация не оторвана от педагогического запроса, от того, как работают преподаватели. Там мы видим, что эти аудитории востребованы на 100%, не пользуются, преподаватели, студенты довольны, и результат достигается. на этой ноте заканчиваю свою часть и возвращаю микрофон к Кириллу. Спасибо. Александр, сейчас вернуться к одному слайду, который, который, может быть, хотелось бы завершиться. Это слайд с имя-свообразными находками, что получилось найти в рамках этого исследования. И, в этом, пока он загружается, я еще раз фиксирую, что действительно в настоящее время готовится к публикации аналитический отчет, который будет представлять более подробно все те результаты и все то, о чем мы сейчас с Александром говорили. Но при этом уже сейчас можно зафиксировать целый ряд моментов. И здесь я предлагаю нам с Александром уже как-то вместе прокомментировать моменты. Я попробую часть позиций озвучить. Дальше, Александр, дополнить, поправьте меня, уточнить. Вы знаете, мне кажется, вот такая наиболее нетривиальная мысль, как вот, по моим ощущениям, которым удалось найти, звучит специально так провокационно. Звучит на следующем уровне, что гибрида нет, но есть хайфлекс. Что это, что это провокация мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что гибридное обучение начинается там и его основным критерием вычлением с другим форматом является момент субъектности. То есть, в тот момент, когда возникает возможность у студента конструировать свой трек, выбирая разные форматы, разные способы нахождения в среде университета по аудитории очно или асинхронно, именно в этот момент и возникает настоящий синхрон. Не синхрон, а гибрид настоящий возникает. Понятно, что, конечно, могут быть разные этапы зрелости, но полноценный, большой гибрид возникает именно в таком формате. Второй вывод, который нам тоже хотелось бы зафиксировать, и мы вот очень часто его уловили от экспертов, когда проводили интервью, и спасибо за эту находку, что нас натолкнули, это идея некомплементарности. Довольно часто и в целом цифровое образование и гибридные части понимаются как некоторое дополнение к аудиторному формату, в этом смысле это некоторая модификация как бы аудиторного формата. Вот исследование, практик и оснований, и технологической оснастки гибрида показывают, что это не так, что гибрид это полноценно существующая отдельная модель обучения, существующая наравне с аудиторной моделью обучения и онлайн моделью обучения. И еще один вывод, который тоже, как мне кажется, чрезвычайно важен, это история про то, что гибрид со всем разговором про свою нелинейность, про субъектность, с разговором про конструирование образовательного трека, именно он как раз показывает, почему весь вот этот дискурс про проектирование образовательного студенческого опыта так чрезвычайно важен. Почему важнее не инструктивное образование, а проектирование образовательного опыта. Александр, может быть, вы прокомментируете следующие важные наши находки. Да, Кирилл, спасибо. Я здесь перед тем, как комментировать еще раз заострю внимание коллег на наши находки про важность субъектности. Это действительно очень важно, потому что иначе, во-первых, не раскрывается полный потенциал гибридного обучения. Если студент не субъектен в выборе того, в каком потоке он присутствует, как он участвует в этом образовательном процессе, то применение гибридного обучения достаточно ограничено. При этом то, что я хотел бы зафиксировать и на что обратить внимание, это не является выводом, который мы фиксируем в нашем отчете, но он был у нас в дискуссиях очень много. Говоря о субъектности, мы понимаем, что эта субъектность и важный результат образовательного процесса, и так как гибрид основывается на этой субъектности, не факт, что его можно и нужно внедрять с первого курса бакалавриата, например. Скорее всего, гибридное обучение может применяться для более готовых для этого уровня обучения и более зрелых студентов, которые могут разделить эту ценность гибридного обучения и полностью воспользоваться тем потенциалом, который оно предлагает. Завершая часть про наши выводы, обращу внимание на то, что уже озвучил, части технологичности гибридного обучения, наверное, не уникально, но при этом как явно одно из направлений, которое требует существенного внимания к тому, как обеспечена инфраструктура, на которой реализуется гибридное обучение. И бесшовно здесь играет еще большее значение в связи с тем, что компонентов этой инфраструктуры достаточно много. Гибридная зрелость относительно того, что мы видим по миру, что вузы переживают действительно очень разные этапы части внедрения гибридного обучения и технологической инфраструктуры. Мы видели вузы, которые ставят ноутбук перед преподавателем, и вы знаете, это не всегда плохо. Если это помогает решить педагогическую задачу, и очень сознательно вузы делают это, не инвестируя миллионы рублей или долларов в построение каких-то космических кораблей, но при этом задача решается, это тоже ответ. Не всегда сложнее дороже, это лучше. И в конце хотел бы также обратить внимание, об этом говорил, это не только про оборудование, и это не только про методологию преподавания, это очень комплексная история, так как гибрид это самостоятельно существующая модель обучения, ее внедрение требует значительного внимания к разным сторонам жизни университета. И внедряя гибридное обучение, как и любую инновацию, надо думать о мотивации тех, кто будет этим пользоваться, и о поддержке людей. Обучение преподавателей звучит красной чертой во всех кейсах, которых мы слышали, тренинги перед началом, ассистенты, цифровые волонтеры. Но также это и уровень институционализации этого способа обучения, формы обучения на уровне политик образовательных. Вот этого мы пока видели немного, но кажется, что к этому тоже по мере развития гибридного обучения вузы будут приходить. Спасибо. Спасибо, коллеги. Мы завершили основную часть такого парного пинг-понг-сообщения с Александром. Я вот вижу, Игорь Михайлович, есть рука. Игорь Михайлович, пожалуйста, прошу вас. Да, коллеги, прежде чем там будут сформулированы вопросы, я бы тоже хотел дать комментарий, как человек, недавно вернувшийся с конференции по субъектности, в том числе в высшем образовании. И вот мне кажется, что не хватает мне, например, для этих проработок, это все-таки акцентуация, мы вообще о чем говорим, когда говорим о росте субъектности. Потому что, ну вот я пример приведу, мы анализировали разные статьи о субъектности и увидели, что есть, по крайней мере, три совершенно разных представления о том, о чем же, собственно, идет речь. Первое представление – это классическая автономия, то есть когда человек независим в любой своей ипостаси. Вот как решил, так и будет, автономен, все идет от него, все идет от разных оснований и становится, ну как бы, предметом разворачивания в его деятельности. Абсолютно любой, как бы, и формат, и подход, и контент от этого человека – автономия. Второй, ровно противоположный в этой логике взгляд – subjectness. То есть это тоже понятие обстречается. Это когда человек понимает, в какой ситуации и на какой роли он находится. Кстати говоря, subjectness обычно пересекается с subordinate, с обординацией, да? То есть когда человек понимает, где он в деятельности, по каким правилам, нормам, критериям, тенденциям разворачивается эта деятельность, и понимая вот эту свою ситуацию, он проявляет свое субъектное действие, да? Он как бы видит себя в ситуацию, осознает, где находится, и понимает, по каким правилам игры играть. То есть совсем не, в этом смысле это не автономия, это зависимость от этих правил игры, но вместе с ним глубокое их понимание. И тогда содержание образования совсем иное. Это не работа с внутренними интенциями этого человека, а работа с пониманием, с глубоким проникновением в суть дела. И, наконец, еще есть третье понимание этой самой субъектности, которое мы встречаем во многих зарубежных статьях – agency. Вот если попытаться, например, в листе papers, в листе статей про образование в Ассоциации исследователей образования посмотреть, где же они обсуждают субъектность, они обсуждают ее в agency. Когда человек вроде бы свободно на личных таких, отчасти волонтерских оснований выполняет ту или иную миссию, ту или иную работу, но делает это из некой важной, общепризнанной, ценной общей рамки. То есть, с одной стороны, это действительно свободное действие, воля изъявления, человек где-то сделал выбор, но обязательно ради какой-то миссии. Там многое может быть не определено в рамках этой миссии, там многое может быть непонятно, неизвестно. Но здесь свобода ограничена не рамкой, не субординацией, не построенной, сложной распределенной деятельностью, а вот этой миссией и разными возможными волеизъявлениями внутри нее. Аутономия, автономия, subjectness, agency. И все это, все это зачастую в наших текстах относится к субъектности, но все это очень разное. Вот мне кажется, здесь надо разводить, применить к отбираемому содержанию образования, к технологиям, методам, о каких же конкретно образовательных результатах мы говорим. Вот такой комментарий. Спасибо. Дмитрий Михайлович, спасибо большое. К нам в дискуссии специально с Ольгой Николаевной Алкановым. Тоже, если будет, возможно, тоже может быть комментарий дать. Можно я просто встречный комментарий дам? Вот версию, опять-таки, не наставивая на том, что она там правильная, и не наставивая на том, что вся команда так поддерживает. Мне так кажется, что когда мы говорим о субъектности, мы как раз говорим о категории agency. Вот в том смысле, как это и в рамках Уэсера разрабатывалось, фактически о моей способности действовать как агента. При этом вот здесь, мне кажется, очень важно вот оговориться, что это не только условно такое миссийное удержание общей рамки, но это условно удержание общей интенсии, общей цели. В этом смысле, когда я прихожу в университет, я могу понимать свою задачу, свою цель, свое намерение вокруг высшего образования и из этой рамки действовать как самостоятельный агент. Вот в этом смысле я понимаю субъектность, и в этом смысле, мне кажется, с гибридом образования, она чрезвычайно важна. Коллеги, сейчас есть замечательное время для того, чтобы задать вопрос, дать комментарий и высказать отношения. Для этого достаточно просто поднять руку и с удовольствием включимся в общую беседу. Я вижу, там в чате разгорается некоторый такой дружеский спор, что очень здорово. Но может быть до чата еще кто-то хочет, наверняка кто-то хочет что-то прокомментировать, прояснить, выискать личные отношения. Пожалуйста. Это как раз удобно сделать. Самый волнительный момент для спикеров. То ли все так хорошо, все понятно, то ли столько много вопросов. То ли мы всех немножко усыпили. Коллеги, пожалуйста, комментарии. Ну, может быть, тогда давайте попробуем посмотреть в чате, что есть за вопрос. Я вот видел, пойду просто по мере их поступления. Ну, вот в чате было целый ряд комментариев от Владимира. К сожалению, не вижу имя, отчество, фамилию. Поэтому, простите, тогда обращусь по имени. По поводу того, что, конечно, существуют. Я понимаю, что этот комментарий в отношении того, существует ли отдельный гибрид как формат. И дальше комментарий относительно того, насколько он методически разведен или не разведен с категории смешанного обучения. И это, конечно, действительно самый острый вопрос. Мы как раз попытались в своем исследовании вот этот критерий разделения обозначить. Может быть, Владимир, если вам захочется именно голосом так сказать, мы тоже были бы рады услышать этот комментарий. Я вижу, что есть еще один вопрос от Андрея Александровича Чорова. Я его прочитаю, потому что, может быть, не у всех доступен чат. Вопрос по поводу... По аналогии естественной научной сферы генетики. Ожидает ли некоторого образовательного гетерозиса явление повышенной гибридной силы, продуктивности и жизнеспособности связано с сочетанием возможных преимуществ разных родительских форматов? Я попробую просто сформулировать этот вопрос. Может быть, кто-то из коллег как раз захочет на него ответить. Это вопрос про то, а вот эта история, что гибрид совмещает разные фактически возможности, разные основания, усиливает ли это гибрид? Если правильно читаю вопрос. Давайте попробую собственную версию это высказать. Может быть, кто-то из коллег моих докладчиков тоже захочет отнестись к этому. Мне кажется, что в силу того, что гибридное обучение не просто является эволюционным витком развития цифрового образования, а действительно самостоятельной формой, оно, конечно, берет часть позитивных моментов из предыдущих форматов. Но, надо сказать, об этом очень мало говорили, что как отдельная модель, она будет иметь целый ряд ограничений. И в этом смысле я бы не представлял гибрид как вот такую суперформу, которая вроде бы должна заменить все другие. Это просто один из форматов, который для определенных целей образования применим. А для других, может быть, применим какой-то другой. Поэтому именно в таком формате я бы, как еще одна возможность для университетов организовывать свою образовательную деятельность. Ну, я здесь, а вот Ольга Николаевна, да. Да, я бы, наверное, просто дополнила, что когда мы говорим о преимуществах форматов, нельзя забывать о том, что поскольку гибридный формат обучения – это как бы формат со своими особенностями, есть также и некоторые привычные нам решения, привычные нам механизмы, которые, в принципе, скорее всего, не будут в нем работать, и нужно искать им альтернативу. Именно одна из причин, почему мы говорим о гибриде, как о самостоятельном формате обучения со своими особенностями. Один из любимых мной примеров, когда мы обучаем преподавателей в ИШМ, как работать в гибридном формате, часть преподавателей, кто привык давать студентам контрольные тесты на запоминание материала, сразу спрашивают, а как же мне проводить такие контрольные в гибриде? Я же не могу контролировать, что не пользуются книжками те, кто учатся из дома. Значит, нужно искать другие пути для того, чтобы решить задачу проконтролировать знания. Каким-то образом подойти к этому креативно, может быть, вообще пересмотреть необходимость таких контрольных точек, такого вида контрольных точек на своих занятиях в рамках своего курса. И это одна из причин, необходимость перестройки, необходимость перенастройки курсов, которые мы уже привыкли читать в привычном нам аудиторном формате, мы привыкли их вести, скорее всего, в онлайне, и появляется новая реальность, в которой снова нужно перестраиваться. Одна из причин, почему гибрид, мне кажется, вызывает еще такой скепсис, прошло слишком мало времени с момента всеобщего экстренного онлайна, и нам опять предлагают что-то новое. И это опять перестраиваться мы еще к предыдущему до конца не привыкли, смирились, может быть, с тем, что там работает, что не работает. Хотя на самом деле, как справедливо заметил Кирилл, гибрид появился не во время пандемии, и модель HiFlex появилась гораздо раньше. В некоторых западных вузах по этой модели строятся отдельные образовательные программы. Это просто изначально образовательные программы, которые проектируются таким образом. Но возвращаясь к разговору про субъектность, вспоминая наше общение и изучение вообще опыта Гарвардского университета, не Гарвардской бизнес-школы, а именно Гарвардского университета, и того, что они делают на некоторых своих программах в формате HiFlex, они говорят о субъектности и о готовности слушателей программы делать выбор, как о возможности, как ценности этой программы, что эта программа открыта для слушателей независимо от студентов, независимо от того, какие у них есть возможности по участию в образовательном процессе, если они видят необходимость самого образования, если они понимают, зачем им это нужно. И таким образом, в целом, большая часть нашей дискуссии о важности субъектности и о связи субъектности и гибридного формата обучения, она по большому счету про то, что студент не просто делает выбор, хочет он прийти сегодня на занятия онлайн, потому что ему лень вставать с дивана и ехать в кампус, например, а вот завтра у него там он сможет увидеться с друзьями и завтра он поедет на занятия в аудиторию именно поэтому, а он выбирает формат обучения на дисциплине, формат участия в занятиях, исходя из более взрослых, более разумных предпосылок. Именно поэтому мы говорим о том, что, наверное, давать гибридный формат и давать такую свободу выбора на ранних курсах бакалавриата может быть немножко рано, потому что слишком велик соблазн делать выбор не исходя из каких-то взрослых установок и долгосрочных целей и понимания долгосрочных последствий своего решения, а исходя из сиюминутных предпосылок. Что, наверное, похоже на то, как это часто у нас бывает в нашей повседневной жизни, где очень много вводных и неожиданностей, но все-таки не совсем правильно с точки зрения стабильности образовательного процесса. Спасибо большое за эти комментарии. Я вижу, у нас в чате добавляют еще вопросы, я попробую их зачитать. Давайте, коллеги, вместе поискать ответ или пообсуждать. То есть, был интересный вопрос Алексею Владимировичу, говоря, какие изменения в нормативные документы об образовании нужны для легализации гибрида. Я попробую тоже свою версию высказать, коллеги, тогда поправьте меня. Мне кажется, что на самом деле для того, чтобы гибрид стал работать, уже сейчас есть все возможные нормативные условия. Вполне университеты могут введения в такой формат и реализовывать. И мы видим даже в практике в кейсах российских университетов, что это случается в разной степени, в разных форматах. Но история происходит. Что, мне кажется, стоит наращивать в будущем, но, опять-таки, это, наверное, отдельный вопрос для обсуждения, это развитие свобод университетов в части проектирования программ для обеспечения большей субъектности учащихся. В этом смысле, чем больше будет университета возможности предоставить части и возможности для выбора и для обеспечения нагрузки потом под это и других внутренних таких условно-организационных вопросов, тем быстрее гибрид будет входить как формат. Остальных ограничений я, честно говоря, не вижу. Может быть, кто-то из коллег захочет тоже прокомментировать это. Игорь Михайлович, да, вижу вашу руку. Прошу вас. Ну, я, Кирилл Анатольевич, отчасти не согласен с вашим ответом и с комментариями, которые сейчас звучали, потому что, мне кажется, выбор вот этих методов и технологий гибрида, их сочетания, он не столь тривиален, потому что, понимаете, почему agency не подходит? Все-таки agency, контекст, это такая миссия, вера в нее больше. И, а нам-то с вами ведь важно, да, и от нас-то требуют работодатели, наши заказчики, чтобы человек, не обязательно, он уже сразу стал там продвинутым профессионалом, но он понимал, как устроена сложная деятельность, он понимал, в какую ситуацию он попадает, он понимал, как люди в этой ситуации взаимодействуют, он понимал, как дальше учиться, да, вот это, да, не просто, ой, я там, так сказать, буду хороший айтишник, да, вот, кстати, вчера на одном из наших докладов была очень забавная история, как студенты сами называют сообщества, в которых они совершенствуются как программисты. Это Томский государственный университет рассказывал, что первейшее сообщество программистов, которые в Томском университете учат друг друга, называется ВКонтакте «Хреновый программист». Вот, и это такая нарочито критическое отношение к своей деятельности, восстановление и жесткий критический анализ той деятельности, в которую человек попал. И это, конечно, не айдженси. Айдженси — это ради разумного, доброго, вечного. Хотя и это тоже важно, да, в профессиональной деятельности это присутствует, и это тоже является каким-то важным элементом. Но и аутономе тоже важно, потому что мы ценим человеческую индивидуальность, мы ценим это как элемент нашей общеевропейской культуры, мы ценим как выстраданную такую вот цену, ради университетской автономии, это вот и общая ценность для любого университета, и эту автономию мы культивируем, мы хотим, чтобы из университета выходили свободные люди. Но, вот смотрите, для конкретного выбора инструментов, да, вот мы пока не знаем, как, я бы здесь обострил, мы пока, так сказать, очень, ну, как бы на ощупь здесь движемся. Надо понимать, ради каких образовательных результатов, ради каких целей мы выбираем одни инструменты, заботясь об аутонами, да, где у нас акцент, ради каких целей, ради каких, значит, достижений мы анализируем деятельность, спорим, строим схемы, восстанавливаем, строим схемы, да, для этого нужен особый инструментарий, там, доски и так далее, вот я вот это, вот туда клоню, да, тексты и так далее, это вот как бы второй инструментарий, и, собственно, ради каких интересов, схемы у нас есть agency, где нужна коммуникация с миром, где нужно, значит, смотреть, что другие делают, где нужно смотреть обратную связь и отклик на твою деятельность, и здесь feedback значительно большее значение имеет, чем, например, subjectness, где важна критичность, где нужно вот схему договориться и так далее, а в agency feedback, конечно, с моей точки зрения, да, вот мне кажется, мы не научились еще для разных образовательных результатов подбирать разные инструментарии, и в этом смысле, вот это, мне кажется, ресурс развития гибридного, гибридных форматов. Спасибо. Георгий Михайлович, спасибо, мне кажется, прям здоровская проблематизация вот этой истории про субъектность, хотя хочется с вами поспорить в этой части, потому что мне-то, я когда говорю про историю про agency, я как раз имею в виду не вот эту миссийную часть, а часть видения общей картины, то есть намерения и действия в рамках намерения, но действительно, возможно, должно быть какое-то интегрированное понимание субъектности. Здесь, мне кажется, полк раздлезительно для исследования, и может быть нам как раз в исследованиях наших по гибриду нужна еще команда каких-то психологов, кто бы помогал нам вот этому категорию субъектности и тоже как-то подробнее раскрывать. Коллеги, в чате еще есть несколько вопросов. Вот следующий вопрос, он, как мне кажется, такого технического толка, я попробую его прочитать. Какое количество сопровождающих позиций, кроме преподавателя, вы предусматриваете для единовременного задействия при обеспечении образовательного процесса в хайфлексе? Коллеги. Да, давайте я отвечу. Мы видели очень разные ситуации. Мы видели ситуации, когда при работе в гибридном формате, в гибридной аудитории преподавателя поддерживает команда этих специалистов, которая выполняет роль, там кто-то стоит с камерой, направляет на преподавателя, кто-то сидит в рубке, смотрит, переключает источники, чтобы когда слайды начали показывать, онлайн-участники увидели слайды, когда начали говорить с аудиторией, онлайн-участники увидели своих коллег в аудитории, и это уже как минимум 2-3 человека. Сейчас мы периодически видели ситуации, когда у преподавателя есть ассистент, который помогает слайды переключать в нужный момент, уже понимая сутевую часть занятия, помогает коммуницировать с IT-специалистом задачу. Что интересно, мы увидели в Гарвардской школе бизнеса, когда смотрели на их модель организации гибридных занятий, они достаточно большие группы, сейчас Ольга Николаевна поправит, по-моему, речь шла о 70 лет. До 90. До 90. У коллег есть техподдержка, IT-специалисты, которые не только физически в классе находятся или где-то рядом, а есть те, кто в онлайне находится. Если у кого-то из онлайна возникли проблемы, они подключаются. Также коллеги в Гарвард Бизнес Скул используют скрайберов, которые находятся онлайн, и фиксируют для преподавателя важные тезисы, которые потом преподаватель после занятия может студентам выдать или отредактировать, или не выдать, или себе оставить. При этом все. Мы видели ситуации, например, в высшей школе менеджмента, как сделали мы, когда преподаватель работает сам, не имея возможности выставить IT-специалиста в каждую учебную аудиторию, когда идет большой поток занятий, а мы все представляем, что такое университет, это много аудитории одновременно, много занятий. Мы видели, когда проектируют решения максимально автономные и что называется селф-сервис, и чем оно удобнее, проще для преподавателя, тем не менее стрессовым является этот опыт. При этом, так или иначе, как всегда, когда преподаватель, мы из нашего тоже исследования это увидели, остается наедине, один на один с аудиторией, это стресс. Если нет возможности выставить IT-специалиста или какую-то поддержку постоянно, то лучше обязательно делать обучение и в идеале выставлять на первое занятие ассистента, который может поддержать, помочь, когда вот это только первое соприкосновение в реальной жизни. Но, как я уже сказал, от достаточно обширной экосистемы поддержки людей, которые помогают преподавателю работать, до ситуации, когда преподаватель работает сам и работает достаточно успешно. Вот Ольга Николаевна работает в гибридной аудитории, сама без поддержки и с хорошей обратной связью с студентом. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я вижу, что в чате мы исчерпали перечень вопросов, там еще есть отдельные комментарии, на них мы с удовольствием подвечаем тоже в чате. Коллеги, наверняка что-то хочется еще спросить. Вот, знаете, появился еще один вопрос, давайте я пробую его зафиксировать, предусматривает ли исследуемая модель сопровождения студента вне активного периода, если да, отличаясь ли от модели аудиторного обучения. Владимир, если я правильно читаю, слышу ваш вопрос, это история про то, а есть ли сопровождение студентов, которые не участвуют, условно, в синхронных форматах, то есть не присутствуют в аудитории или не присутствуют в формате онлайн подключения? Не только, еще и те, которые в онлайне, но между лекциями, допустим. То есть есть лекция понедельник, есть лекция среда. Вот в этот период они предоставлены сами себе или какая-то позиция их сопровождает? Спасибо. Спасибо за это уточнение, Владимир. Я бы, знаете, как я сказал, здесь решений, здесь нет, наверное, универсального решения о том, надо или не надо сопровождать их между занятиями. Это зависит скорее от того, как устроено образовательное, программное событие. В тех конструктах, сценариях, что мы прописывали, мы прописывали и блок работы, связанный с асинхронным сопровождением. То есть когда часть аудитории, в том числе и между занятиями, получает и некоторые материалы, и некоторые сопровождения, здесь опять упирается в то, какие ресурсы, какие резервы есть у университета. То есть если есть возможность обеспечить отдельное тьютерское сопровождение, отдельное асинхронное сопровождение, или фасилитацию в асинхронном формате, то это очень приветствуется. И мы на самом деле в целом ряде кейсов рассматривали, видели это. Если нет такого возможности, то тогда это скорее история про то, что эту функцию нужно выполнять цифровая платформа. И в этом смысле как раз вызов для развития цифровых платформ, которые внутри себя должны снять таких интеллектуальных помощников, которые помогают студентам не потеряться в том асинхронном действии, что происходит. Надеюсь, получилось у меня частично хотя бы ответить на этот вопрос. Ну то есть принципиально это все-таки отличается от сопровождения, когда у нас есть только аудиторное обучение? Да, это принципиально отличается, потому что когда мы говорим только про аудиторное обучение, то история про сопровождение в асинхронном моменте это как бы дополнение к тому, что происходит в аудитории. То, что мы видели по кейсам, довольно часто асинхронная деятельность это отдельный просто вид активности. Ну и вот если помните кейс Монаша, я рассказывал, упоминал, так вот там это просто отдельная как бы история про то, что часть деятельности, часть содержания происходит в аудитории, часть происходит в онлайне и часть происходит в асинхронном формате. В этом смысле это даже разное содержание. Естественно, разные отдельные истории. Ну, спасибо за вопрос. Вопрос, мне кажется, очень точный. Прямо сразу переводится на методическую плоскость. То, что здесь очень важно. Я бы здесь, может быть, добавила еще, что в чем принципиальное отличие гибридного формата. Это означает, что у нас есть студенты, которые непосредственно приезжают в кампус на занятия и видят преподавателя лицом к лицу и имеют возможность с этим преподавателем общаться в том числе непосредственно после занятия, задержаться после занятия, поговорить, задать какие-то вопросы. Может быть, подойти на, там, если там приемные часы рядом, то дождаться приемных часов, прийти, поговорить с преподавателем во время консультации. При этом есть студенты, которые учатся онлайн. И это значит, что они лишены непосредственно такой возможности принять участие в этом моменте в диалоге с преподавателем. И один из методических вызовов, как организовать коммуникацию преподавателя вот с этой частью студентов, особенно если там есть студенты, которые большую часть образовательного процесса по курсу присутствуют онлайн, то есть не появляются в кампусе. И это значит, что самим преподавателям нужно тоже прорабатывать вот эти правила коммуникации со студентами, взаимодействия со студентами во время занятия и после занятия, так, чтобы не получалось, что студенты, которые учатся онлайн, оказываются отрезаны от возможности задать какие-то вопросы, пообщаться с преподавателем, получить дополнительное разъяснение на то, что они не поняли и так далее. И вот это тот момент, к которому не все преподаватели могут оказаться готовы, потому что мы все понимаем, это дополнительная нагрузка на наше время за пределами аудитории. Спасибо за это. Мне кажется, очень важное дополнение как раз про то, как это практически происходит. Коллеги, пожалуйста, прошу еще вопросы, комментарии, просто свободное высказывание. То, что называется свободный микрофон, субъектная позиция, пожалуйста, прошу вас. Коллеги, ну тогда мы постепенно исчерпываем повестку. Александр, хотите ли вы что-то еще в завершении, может быть, сказать? Я хотел бы отметить, что 56 человек участников у нас на звонке, и как хорошо, что все согласны с нашими тезисами, и всем все понятно. Мне кажется, преподаватели, когда находятся в учебной аудитории, в дистант-формате, тоже испытывают наслаждение, когда так все хорошо и гладко. Да. Ну, вот смотрите, коллеги, мы как бы действительно исчерпали сегодняшнюю повестку. Спасибо большое за вопрос. У нас действительно целый пул вопросов возник, и он был, правда, такой неформальный, а глубокий. Мне хотелось бы в завершении еще раз обратить внимание на то, что это исследование стало возможным только благодаря кооперации, и это очень важный, показательный, может быть, эффект об исследовании, что три крупных игрока ВТБ, Высшая школа менеджмента, СПБГУ, МГПО объединились и делали такое исследование, и это говорит о ценности кооперации. В этом смысле мы призываем к такой кооперации, призываем продолжать коммуникацию по гибриду, потому что история-то не заканчивается, предстоящая масса интересных продуктов впереди, и в этом смысле, конечно, есть о чем еще поговорить. Александр, вижу вашу руку, не могу удержаться, не дать вам слово. Да, я тоже, подводя итоги, коллеги, еще раз обращаю ваше внимание, что сегодняшний наш семинар это такое первое публичное мероприятие, когда мы делимся нашими находками в рамках исследования, которые мы обнаружили, работая с разными вузами. Мы в мае планируем выпустить тот самый доклад в электронном и в печатном, даже он будет в виде, я думаю, с основными выводами, с кейсами университетов, с которыми мы общались, которые изучали. Мы, разумеется, вам его пришлем и будем рады вашей обратной связи. Также у нас запланирован будет ряд мероприятий в продолжение и рассказов о наших результатах. Сегодня мы рассказали все, но какие-то аспекты мы будем покрывать дальше, рассказывать о них, будем вас также приглашать. И то, о чем сказал Кирилл, кооперации, для нас это исследование, это белая книга о гибридном обучении, по сути, это возможность очертить достаточно большое исследовательское поле и большое поле для экспериментов образовательных о том, как гибридное обучение может внедряться и реализовываться на практике. И в этой связи мы будем к вам возвращаться, если у вас будут идеи о том, на что можно посмотреть или какой образовательный эксперимент можно провести. Мы вас приглашаем в это сотрудничество. Для нас это важное направление, мы будем его развивать и будем рады новым партнерам. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Тогда мы завершаем наш семинар. Напоминаю, что это серия семинаров. Приходите обязательно к нам еще и продолжайте узнавать про то, как трансформируется дидактика высшей школы. Коллеги, спасибо большое. С наступающими всех праздниками. До связи. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...